Вчера был к зиму Комсова. Приходил, интересался состоянием, здоровьем, как он чувствовал. Сегодня нам устраивает, сегодня нам хватает. Спрашивал про свое неожиданное для меня обойнение. Он, конечно, никак не прокомментировался. Здесь со стороны Министерства обороны сказал, что уточнился. Спросил тоже, что по поводу комнаты обмена, идут в переговоре, он сказал, что пока вы находитесь в последствии, никакого обмена речи идти не может. Он, так скажу, консул, да? Да, так скажу, консул. Главное, чтобы вы не переживали, что Россия нас не забыла, что Россия не передавалась, напомню, буду помогать вам. Даже если нас спасали, то это, в принципе, будет ненадолго. Так сказал он? Да, так сказал он. А ты что сказал? Я сказал, что надеюсь, не посадят. Вся вопрос, который мне задали. Сказали, что... Он сказал, что не могу дозвониться до родных. Он сказал, что они тоже пробовали. Потому что тоже не могут дозвониться до моей жене. Телефон там был выключен, без разблокирования. Чем сказали, что полклиник пытался дальше. Ну, сейчас мы пробовали позвонить родителям твоим, да? И сначала были гудки, да? Да, потом... Потом телефон был сразу недоступен, оказалось. Нет, в действии. Что, почему? Наверное, они же знают, что это? Знаю, конечно, ситуацию. Думаю, что они не догадывались. Конечно, знаю. Почему так? Не знаю, чтобы у меня мама телефон не взяла. Такого никогда не было. Чтобы им было звонить. Даже когда с женой еще не были журналисты, встречались. Я уже служил. Ну, когда там учебы, командировки ездили, лечения. Ну, всегда можно было звонить. Даже ночью спокойно можно было звонить. Ночью знаю, что она проснет целую труппу. Тут сейчас невозможно звонить. Ну, что, тоже. Это немножко... Ну, попробуем еще подозваниваться, да? Да, все-таки уже... Наверное, может быть, телефон просто... Не у нее в руках. Может быть, она его где-то забыла, или кто-то ее взял. Не знаю. Могу утверждать такого, потому что... Да, да, да. В начале мая такого, кто разговаривал с мамой, третьего числа, наверное. Да, три часа нерождения, поздравлял. Как-то, там, разговор был небольшим. Все. Автор был, по-моему, даже сильный. Вся автор был днерождение у вас, там, в юбилее 60 лет. Я прям, как-то, я тоже не могу позвонить, даже ничего и сказать. Значит, получается, что ты спросил консула, ты задал ему вопрос о... Да, там, о нашем... О твоей службе, да? О нашем статусе, я хочу сказать, что ты не хотелось быть террористом, потому что таким не являюсь. Ну, в общем и целом, у тебя осталось позитивное впечатление после этой встречи? Вообще, конечно, от человека позитивное впечатление, что он пытался поднять, пытался, как-то там записал вопрос, пытаясь там узнать. Все равно, как же человек, не видно, что человек относится нормально, по-человечески. Не, там, не обладает, не юридит. Что он сказал, что... Здесь он записал. Ну, будем надеяться, что... Да, впечатление позитивное, конечно, стало все равно. От человека. Надеемся, что поможет. Ну, надеемся, что поможет, да. Спасибо, спасибо, Саша. Саша, скажи, как ты общаешься вот здесь, будучи в госпитале с другими раненными украинскими военнослужащими? Ну, с на будущем в Украине мы не общаемся. Да, говорят, что... Ну, у нас есть за безопасность. Не позволяют это, да? Да, потому что люди все равно, там, после войны, там, все равно, там, вопросы остаются, и кто-то не понимает. Ну, хотя, вот смотришь на них, они... Ну, возвращаются на как... Ну, не как герои, но достойно возвращаются домой, люди, как бы, родина этим не отказывается. Даже кто-то в Пелену побывал. Все ждут, там, все, заботятся, там, пытаются вернуть всех. А у нас, как-то так вот, интересно получается, что вроде как... Где совущество и патриотизм, а это в Вика Родине. Ну, не, на самом деле, что патриотизм никуда не делся, родина и любви. Только родина, это не государственный какой-то строй, по-атриотическому, там, настроению, там, или государственный, там, лидер, политики. Родина, там, родные люди, там, да и просто высогораждане, там, родные места. А вот, конечно, государственный, так, ну, всем красиво поступает, тогда вот отказывается. Тем более еще привлекает к этому членов семьи, то есть дорогих людей. Это не совсем по-человечески получается. Ты имеешь в виду ту историю с твоей супругой? Да, я имею в виду интервью с женой. У меня это очень так задело другим души, что вот, как бы, она вообще-то, в принципе, никогда не приняла каких-то, и ни в чем не виноват, и, ну, говоришь, что у меня в образе. Ну, видно, что интервью, такое на скорую руку сделанное. Полиция, наверное, Россия. Ну, наверное, наверное, все-таки страна не забудет, если я пришел. Ну, вы, как бы, говорят, что там, да, люди существуют, ну, вообще, на самом деле, приятных, конечно, радость, как бы, красивые. Да, очень много людей прекрасно понимают, что вы с Евгением оказались в ситуации очень непростой, но что-то вам при этом нужно вынуждать в какой-то поддержке. В общем, очень многие люди прекрасно понимают сложность этой истории и, конечно, желают скорейшего какого-то завершения. Да, я думаю, желают это все. Я думаю, это все. Наша общая сила все это прекратить. Останись. Чтобы больше уже не наши ребята больше не ездили, не украинские ребята тоже. Ну, тоже все что-то братья, зеля, дети, отцы, в конце концов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова